Но сразу стоит сказать, что даже в мирное время на подводной лодке служить нелегко. И не стоит думать, что если подводники уходят в поход мирный, то не стоит думать, что они здесь прохлаждаются и развлекаются. Если так не так, по ходу экскурсии вы в этом еще убедитесь. С 2006 года лодка наша стоит уже здесь, на Дюнкенском хранилище, в качестве музейного экспоната. И своим ходом она уже никуда не пойдет, как и подводу не погрузится, потому что это уже чисто музейный экспонат. И на самом деле, когда ее переоборудовали под музей, то достаточно сильно изменили. Особенно то, что внутри. То, что мы с вами сейчас видим, это всего лишь 30% от того оборудования, что на них было установлено раньше. То есть большая часть приборов и механизмов во время переделывания под музей изъялись, может так выглядеть. Вот почему сделали это не просто так и не из редности, а для того, что посетителям же, то есть вам, здесь было более-менее удобно находиться, потому что если бы здесь осталось все так, как было, то большую экскурсионную группу, такую, как вашу, сюда бы просто невозможно было бы нормально поместить. То есть банально не хватило бы здесь места. Вот поэтому, для того, чтобы посетителям было более-менее комфортно, решили часть оборудования изъялись. Потому что у настоящих подводных лодках на самом деле безумно тесно. Продолжение следует...